все и поросли на этом месте у вас не будет это я вам точно гарантирую всем привет это дача алекса меня зовут ева алекс это мой муж сегодня расскажу как я удачно научилась бороться с поросли в частности с сливы у нас поросли есть но у всех есть у малины конечно у сирени поросли бывает но вот на сливе я уже испытала два года назад я таким методом обработала пучок поросли под нашей коникой и вот два года на ней поросли не было до тех пор пока я снова не повредила корни ну чтобы понимать кто не в курсе поросль образуется там где мы повреждаем корни вот у нас вот тут коника и вот 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 в этом вот месте вот ровно вот в этом два года назад я избавилась от поросли этим методом которым сейчас буду рассказывать и вот я потом рыхлила вот уже здесь вот появились совсем другом месте появилась поросли два года не было поросли вообще то есть этот метод мной опробован и я за него ручаюсь сразу же хочу сказать что этот метод он не легкий он эффективный надежный но он не самый легкий другие методы я еще пока не пробовала хочу пока вот на нем остановиться если мне надоест если поросли будет слишком много будут пользоваться другие методы но поделиться опытом хочу нас тут сливы вот одна вот вторая слива и как у многих вот у нее образуется поросль кто не в курсе кто не знает поросль просто так не образуется там где мы поработали лопатой тяпкой каким-нибудь плоскорезом или даже совочком просто прошлись и выкопали сорняки одуванчики и так далее если чуть-чуть где-то задели корень мы сами об этом не знаем работаем по саду то обязательно появляется на этом месте поросль это инстинкт самосохранения растения сразу же поврежденный корень дает ростки и поэтому после того как вы провели эту процедуру с растениями которыми я сейчас буду рассказывать показывать буду сразу нужно запомнить что забудьте об этом месте и ничего не рыхлите вот ручками пожалуйста выдергать сорняки пожалуйста руками либо совсем совсем щадящим образом чтобы корни дальше не повреждать не поврежденные целые здоровые корни просто так на ровном месте поросль не дают и так что мы делаем вот у нас поросль вот одна вот вторая желательно руками но если совсем руками не получается может быть там твердого земля аккуратненько можно лопаточкой что мы делаем мы откапываем его поглубже освобождаем эти места насколько поглубже а настолько насколько мы можем это сделать чем глубже мы это сделаем тем лучше почему объясню потому что после того как мы залечим эти с вами побеги нужно чтобы они оставались у нас как можно глубже чтобы нам они чтобы нам их снова не повреждать вот мы их освободим оголим нам их становится видно здесь их много вот какие-то уже желательно их не обрывать ну вот какие-то там у нас уже целый пучок похоже наверное обрывали уже кто-то до меня я вижу обрезанный оборван что мы делаем дальше ровненько на примерно 2-3 сантиметра от земли мы их обрезаем чтобы оставались пенечки вот такие пенечки нас остались вот свежие вот какие-то старые я их тоже попробую обработать вот чтобы нам земля не мешалась берем садовый вар надо его на солнышке подержать какое-то время чтобы он был такой достаточно мягкий но не оставляйте его совсем на солнце и значит весь потечет я один раз испортил крыльцо и вот так вот таким образом обильно 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 его тыкаем хорошенько хорошенько он плохо пристает поэтому надо прямо несколько раз побольше замазать все вот эти пеньки варом пальцами бесполезно я пробовала можете тоже попробовать если хотите только пальцы измажите зазря и все он плохо пристает смотрите землю не заденьте иначе загадите весь садовый вар вот он у меня весь истыкан и я сегодня много их сделала уже ну вот так вот как получится пообильнее хорошенечко все вот эти побеги дотыкать вар убираем в тенечек чтобы не растаял и все оставляем так закапываем все это дело и на тех местах где есть поросль опять же повторюсь не трогать землю никакими острыми предметами даже если одуванчик вам надо выкопать понятно что вы руками одуванчик не выдерните никогда нигде взяли лопаточку слегка чуть-чуть вот буквально сердцевиночку верхнюю часть копнули выдернули все не ставите не трогал все и поросли на этом месте у вас не будет это я вам точно гарантирую ну вот друзья попробуйте метод испытала сама ручаюсь так что запомнить главное чем больше мы повреждаем корни тем больше появляется поросль появляется новая поросль это первый закон о поросли второй закон обрезать обрывать рубить ее бесполезно у меня от сирени муж как-то каждый год рубил топором а ее появилась сейчас в 10 раз больше этой поросли после его рубки топором потому что он корней там наповреждал миллион раз больше и третий закон поросль чем меньше мы повреждаем корни чем меньше мы работаем вокруг наших косточковых вокруг нашей малины вокруг нашей сирени острыми предметами тем меньше у нас будет поросли я считаю вот даже вот таким трудоемким способом казалось бы несколько раз поделать и потом землю не трогать и и все и будет все замечательно а еще я хочу засадить под этим деревьями какими какие-нибудь почва покровники приствольный круг оставить для полива для удобрения для подкормок а все остальное засадить почва покровниками тогда будет вообще спасибо что смотрите нас подписывайтесь на наш туристический канал ссылочка под видео всем до свидания